всем привет сегодня у нас на обзоре вот такой fiat ducato машина приехала из польши 2020 года выпуска мотор соответственно и вековский всем известный 2 и 3 дизель ducato maxi эта модель называется колеса 16 но расширителей арок нету потому что уже двадцатом году не на все макси ставили с расширителями арок кузов тентованных 8 полетные 42 в длину 215 ширину высота тоже по моему регулируемая до высоте регулируется чем примечательна эта машина то что у нее за кабинный спальник стеклопластиковый закабинный спальник облегченный заводского исполнения польская компания lamar изготавливает такие точнее сказать переоборудует fiat ducato такими спальниками оборудует спальник чем он замечательный то что он может быть эксплуатироваться на на два человека то есть двойной спальник даже можно сказать резина зима практически новая потому что машина этим летом не эксплуатировалась что у нас тут пневмоподвеска оборудована здесь находится управление и компрессор подкачка желательно сюда эксплуатировать чтобы подушки даже если массы не нагружены были немножко подкачаны и как обычно стандартно стеклоподъемники электрические зеркала эта подсветка в кузове включается в грузовом отсеке вдруг если погрузочные работы проводятся в темное время суток вот такое состояние педалей для любителей определять пробег по состоянию руля видите мы не обшивали хоть часто обшиваем сиденье такое состояние пробег двести восемьдесят тысяч километров управление мультимедиа на руле голосовые вызовы bluetooth можно подключить телефон общаться головная медиа система с высоким качеством звучания кондиционер разумеется есть работает заправлен настоящую жару это очень актуальная штука когда жарко все начинают спрашивать машины с кондиционерами подогрев зеркал центральный замок подключение антипробусовочной системы здесь зарядка подключение usb то есть можно подключить смартфон как внешний источник звука мультимедии и слушать музыку со вашим с вашего смартфона полочки подстаканники все это в избытке здесь нету что хорошо пружинного этой стойки для накладных здесь холодильник хорошая опция и кстати она работает бардачок понятно сзади двойной спальник про который я уже упоминал но мне очень переберемся попозже потому что добраться в него не так просто скажем потому что стоит сидение двойное больше эта машина эксплуатировалась вообще без сидения то есть водитель управлял машиной сидение было снято здесь было большое пространство то есть удобно спальник тут целая комната для водителя получалось рация антенна спереди видно лобовое стекло мы поменяли были трещины в отдельном стене новое лобовое стекло ходовые огни есть диодные тоже дополнительная опция сейчас они не включены а так вот здесь вот эти диоды светятся очень симпатично смотрится издалека в темноте ходовые огни тут по центру спальники большой люк который открывается для проветривания сейчас посмотрим что у нас под капотом хороший надежный фиатовский двигатель 2 и 3 вся оснастка необходимая все в порядке фары оригинал родные перед весь родной ничего не крутилась раскручивалась менялась в оригинале толщина мера мы не проверяли и это тут чтобы видно что свежих следов локачного покрытия не наблюдается скольчики они конечно будут по любому поэтому они есть против туманок передних нету 2 и 3 180 лошадей достаточно широкий большой спальник там внутри спальное место получается порядка 60 70 сантиметров наверно так ну что попробуем а здесь расположены вебасты тоже ламар этой бешпехи обогревает салон во время стоянки остановки автомобиля называемый сухой фен так чтобы забраться назад это видим переднее сидение здесь население тоже амортизации нету но есть регулировка уровня положения подушки этими клавишами здесь подпор пояснице вот этим регулируется ну а это спинка по всей видимости видимости конечно лучше сиденье это двойное поменять на единичку они крепление у них универсальные то есть пожалуйста можно двойку это снять продать поставить единичку или может быть действительно эксплуатировать вообще без пассажирских сидений тогда будет большое комфортное пространство можно спереди поставить какой-то планшет телевизор во время стоянки или ожидания загрузки вполне комфортно расположиться в салоне но вот здесь диван порядка 80 сантиметров рулетка не взял ну очень широкий и комфортный ну и верху опять же пространство над головой присутствует и это добавляет определенного простора при долгом нахождении в машине а водителям как известно приходится и загрузку ожидать и границах очереди стоять так что здесь есть такой фонарик здесь опять же юсб зарядка это управление феном и отопителем бирж пехер весь салон идеально чистый обшит комфортными приятным материалом велюром и вот поднимаемся второй спальник принципе да полноценный второй спальник проветривание можно открыть здесь есть такая шторка затемняющая вот тут вентиляция высота где-то всей кабины получается ну вот два метра если честно метр девяносто может быть здесь ширина тоже этого спальника примерно больше метра точно надо было рулетку лет померить подушка даже здесь лежит а где бы она была внизу это неважно здесь у нас конечно не очень красиво сделан дополнительный прикуриватель какой-то видно был такой же как внизу фонарик вместо него водители переделали в розетку для зарядки внизу здесь расположена тоже ниши дополнительные под этим матрасом достаточно объемная вот тут кстати дам машины будешь шторки вот они лежат со всеми полозьями нам их отдали можно их установить вы опять же хранить можно перевозить что-то в этой ниши дополнительно здесь вот еще ниши с двух сторон домкрат расположен домкрат можно было конечно выложить в инструментальные ящики которые находятся снаружи но какой-то причине он оказался здесь вроде бы ничего не забыл это я бываю долго поэтому вот такой спальник достаточно комфортный я думаю можно с удобством там разместиться для отдыха по кузову до кузов 420 восьми полетный инструментальные ящики два штуки по левому борту пневмоподвеска такие пневмоподушки как обычно тент мы не меняли потому что ну в принципе не сказать что он плохой так кузов и не расшторил сейчас расшторим есть рукомойник здесь дозатор для мыла которая есть наличие и да кстати хорошую опцию очень важная дополнительно по правой стороне что раздвижная вот эта штора до быстрой погрузки сдвинул подъехал погрузчик кара загрузила палеты до высота регулируется потому что здесь видны протерлись проушины дополнительные то есть вот такую высоту тент можно поднять и какие-то грузы объемные перевозить сейчас там порядка 2 метра 40 сантиметров высота будет тогда 270 ну не знаю есть смысл кузов расшторивать нету расшторим ну так уже выглядит и внутри это запаска лежит есть балка в комплекте алюминиевая которая крепит груз освещению там левая фонарь углу кузов легкий алюминиевый на полу фанера влагостойкая кстати эти машины уже можно сказать не хочется конечно говорить но скорее всего последний из магикан плане того что уже привести такие автомобили становится все сложнее и сложнее с каждым с каждым даже неделю с каждым месяцем потому что санкции начинают работать границы перекрывают то что было раньше возможно становится уже не проездным имею ввиду пункты на границе соответственно другая логистика через турцию и какие-то другие страны она тоже под вопросом ну и она очень дорогая существенно дороже чем да по которой возились эти машины соответственно как будет дальше выглядеть ситуация с этим машинам пока непонятно скорее всего ближайшее время мы привести не сможем ну и опять же сегодня прошла новость о том что повышается традиционный сбор с октября по легковым машинам тоже точно поднимают а как поднимают на коммерческий транспорт еще неизвестно но я думаю что не обойдут его стороной и вместо 700 тысяч рублей которые были оплачены за этот автомобиль скорее всего цифра будет выше чем миллион так что если кто-то планирует покупку лучше поторопиться потому что со всех сторон со всех сторон уже становится сложнее и сложнее такие замечательные автомобили привозить на наш российский рынок все вопросы которые возникают по этому автомобилю можно обсуждать в комментариях так что тех кого заинтересовало подобное транспортное средство пишите обсуждайте все всем пока